Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Здесь, на набережном, в районе культурно-исторического центра, Енисей уже откровенно тесно в своих берегах. В Красноярске большая вода приближается к домам, дачным участкам и уже затопила набережную. Метеорологи говорят, это еще не пик паводка. А вот человек, который захоранивает это животное. Можно ли хоронить животных возле жилых домов? И есть ли у нас кладбище для четвероногих? Конечно, смотивировал бы. Деньги. Где-то дают деньги, где-то бесплатные лекарства. Аэрофлот обещает 10 тысяч миль. Как власть мотивирует людей на прививку от коронавируса? И что бы замотивировало вас? Скоро ли нам ждать реставрации? А главное, кто ею займется? Это уже вопрос времени. Новый проект новостей ТВК. Сколько в городе заброшенных объектов культурного наследия? Почему их не реставрируют? И что было в этих зданиях раньше? Сегодня утром в Красноярском крае произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Ермаковском районе. В МЧС отмечают, что жители самых ближайших пунктов, Танзибей и Верхнеусинское, ничего не ощутили. Эпицентр находился примерно в 120 километрах от Минусинска в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Интенсивность сотрясения в эпицентре составила 4,6 балла. Напомню, последний раз жители края ощутили подземные толчки в январе этого года. Тогда это были отголоски землетрясения в Монголии. Толчки достигали мощности в 4 балла. В Красноярске большая вода приближается к домам, дачным участкам и уже затопила набережную. Уровень Енисея растет. ГЭС вынуждена увеличивать сброс из-за быстрого наполнения Красноярского водохранилища. Метеорологи считают, что река в этом сезоне себя еще покажет. Пик паводка впереди. Виталий Поляков расскажет подробнее. Набережная на Стрелке у Вантового моста постепенно погружается в Енисей. С деревянного настила теперь удобно нырять в реку. Посидеть на самом нижнем уровне уже не получится. Енисей поднялся так, что теперь нет здесь привычных островков и отмелей. В месте впадения Качи в Енисей еще неделю назад был полуостров с зарослями кустарника. Теперь и здесь вода. Здесь, на набережной, в районе культурно-исторического центра, Енисей уже откровенно тесно в своих берегах. И не сдерживает его ни каскад Красноярской, Сайно-Шушенской и Майинской ГЭС, ни бетонная набережная. Вода уже здесь, под ногами у пешеходов. За сутки уровень Енисея вырос на 2 сантиметра и достиг отметки 262 сантиметра. Это самый высокий показатель с 2009 года. А с апреля, то есть за полтора месяца, уровень поднялся почти на 40 сантиметров. И в итоге топит не только набережную стрелки. Енисей забрал себе пешеходные дорожки, площадку для тренировок, небольшой полуостров у дворца бракосочетаний. Сейчас я иду на набережной по обычной прогулочной дорожке. Она выложена камнем, но теперь ее полностью затопило. А ведет она вот к той спортивной площадке. Она сейчас тоже под водой, через вот такой деревянный мостик. От него только остались одни перила. И даже в таких сапогах сейчас туда не добраться. Пока Енисей в черте города поднялся некритично. Нижние уровни набережной топят регулярно. Для Енисея такие колебания норма. А скрытые под водой участки благоустройства скорее на совести горе проектировщиков. Обычно первым делом большая вода топит дачные участки на Удачном. Вот эти. И пока запас у них есть. Но прогнозы синоптиков шансов им не оставляют. Пик паводка будет в июне. Уровень Енисея будет только расти. В июне, скорее всего, уровень будет выше на сантиметров 50-70. Потому что в июне ожидается формирование пика половодия по югу края. В связи с этим более интенсивно будет наполняться водохранилище. И в связи с этим будут повышенные сбросные расходы. Причина высокого Енисея – большие запасы воды. Зимой было много снега, а весной – дождей. Уровень Енисея в Красноярске определяет ГЭС. Чем больше она сбрасывает воды, тем выше уровень в городской черте. Средний объем расхода воды на гидростанции – 2800 кубометров в секунду. Сейчас он в полтора раза выше – 4200 кубометров. А это архивные кадры. 15 лет назад ГЭС сбрасывала по 10 тысяч кубометров каждую секунду. И тогда, в 2006-м, Красноярск переживал самое сильное наводнение в новейшей истории. Так выглядела набережная у Стрелки. Вода полностью скрыла нижний ярус. И сейчас город близок к повторению этого антирекорда. Ситуацию усугубляет дождь. Его ожидают в четверг, субботу, воскресенье и в следующий понедельник. Виталий Поляков, Михаил Ткачук, Новости ТВК. Ну да, погода пока не радует. На целую неделю Красноярск накроет дождевые тучи. Обильные осадки шли последние два дня. Сегодня в обед температура снизилась до плюс 12, и на подвечер солнце все-таки выглянуло. Синоптики предупреждают, такая погода продлится всю оставшуюся неделю. Завтра днем температура хоть и поднимется до плюс 12, но солнечной погоды все еще ждать не стоит. Дальше похолодание продолжится. В четверг днем температура не поднимется выше 10 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 12, все так же будет идти дождь. К субботе осадки, возможно, прекратятся, из-за чего температура поднимется до 14 градусов. Но тучи так и не отступят. Подробный прогноз погоды на следующую уже неделю, как всегда, смотрите в понедельник в новостях ТВК. Ну а сейчас к происшествиям. Пять человек погибли в аварии недалеко от Ачинска. Смертельное ДТП произошло сегодня в 6 часов утра. Как сообщили в ГИБДД, водитель Хонда Цивик ехал из Ачинска в сторону Богатола. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном ГАЗ-2747. От удара грузовик буквально развалился на две части, и легковушку отбросило в сторону. Водитель ГАЗ не пострадал. Вот мужчина, который был за рулем иномарки, и четверо его пассажиров погибли на месте. Это вахтовики. В тот момент они ехали в Богатол на работу. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. По данному ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 Уголовного кодекса нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Красноярце решили устроить кладбище домашних животных прямо возле жилого дома. Похороны собаки сняли, снял на видео житель дома на улице Джамбульская, 5. Судя по кадрам, действие происходит на заднем дворе. Автор видео говорит, что напротив находится детский сад. На кадрах также видно, что вокруг погреба. Как утверждает мужчина, такое происходит уже не первый раз. Рядом есть еще одна могила. А вот человек, который захоранивает это животное и упирается. По поводу этого я прошу разобраться в прокуратуру и принять меры. Вот владелица второго захоронения стоит. Как рассказали в департаменте городского хозяйства, хоронить животных ни в городе, ни за его пределами нельзя. Это запрещено санитарными нормами. Умерших питомцев нужно относить в ветеринарные клиники. Они и занимаются захоронением животных. Тем же, кто хоронит собак или кошек самостоятельно, грозит штраф до 5000 рублей. Последние звонки в школах пройдут без родителей. Об этом сообщили в Управлении образования. Причина – коронавирусные ограничения. Мероприятие состоится уже в эту субботу, 22 мая. Как рассказали в ведомстве, торжественные линейки для каждого класса пройдут отдельно, без родственников и гостей. Для них организуют онлайн-трансляцию. То же самое будет и в детских садах, на утренниках. А вот что касается выпускных вечеров в июне, то в мэрии надеются, что к тому времени все ограничения уже снимут, и праздники получится провести в привычном формате. Более того, в этом году Управление образования хочет провести общегородское выпускное, наподобие тех, что проводят каждый год в Москве или Санкт-Петербурге. 26 июня для старшеклассников проведут большой концерт на острове Татышев, обещают развлекательные локации и фотозоны. Жителям Красноярского края обещают бонусы в обмен на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве. Правда, пока непонятно, как людей будут стимулировать прививаться. Это чиновники пока только обсуждают. А вот система поощрения в других российских регионах уже давно прижилась, как и в зарубежных странах. И этой темой занималась Виктория Столярова. Она в студии. Вика, какие бонусы дают желающим привиться от ковида? Ну и главный вопрос, помогает ли это ускорить темпы вакцинации? Да, Даша, действительно, компания стимуляции прививок от ковида активно развивается не только в мире, но и в регионах России. Начнем, пожалуй, со столицы. Власти Москвы, стараясь увеличить темпы вакцинации, решили раздавать москвичам в возрасте от 60 лет по 1000 рублей. Но не реальными деньгами, а в качестве подарочного сертификата, который можно обменять на покупку товаров, например, в аптеках, продуктовых или строительных магазинах. Такая акция стартовала в конце апреля. Не отстают и власти Магадана. Там пенсионерам в возрасте 60 плюс и тем, кто в группе риска находится, также обещают по 1000 рублей. Причем деньги получают те, кто поставил два компонента спутника ВИ. Власти Чукотки обещают по 2000 рублей, желающим привиться от коронавируса. И вот, к слову, идея денежного поощрения за вакцинацию уже нашла отклик в Госдуме. Так, например, справедливоросы предлагают давать деньги тем, кто поставит прививку и в других российских городах, причем не только пенсионерам, но и малообеспеченным категориям граждан. Но пока дальше обсуждений дело не дошло. О поощрениях вакцинированным объявили и несколько российских авиакомпаний. Так, по рекомендации Минтранса, Аэрофлот запустил акцию мили-вакцинации. Это будет 10 тысяч пассажиров, которые с завтрашнего дня начнут программу вакцинации и по предъявлению сертификата о вакцинации смогут получить 10 тысяч миль на свой счет Аэрофлот-бонус. Поможет ли это ускорить темпы вакцинации – большой вопрос. Ведь по данным аналитиков сервиса «Суперджоп», 42% опрошенных россиян заявили, что они не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. Власти это понимают и придумывают различные бонусы. Дальше всех, например, пошли чиновники Уфы. Они проводят лотерею среди привитых. Жители разыгрывают смартфоны. Ну а главный приз – это однокомнатная квартира. В других регионах система поощрений в обмен на прививку попроще. В Татарстане при предъявлении паспорта вакцинированного дают скидку на проезд в общественном транспорте. В Якутии привитым делают льготы при покупке билетов в театры или другие культурные мероприятия. То же самое происходит и в Тульской области. К слову, сегодня мы спросили у красноярцев, а что бы их сподвигло поставить прививку, если они еще этого не сделали. И, честно говоря, ответы горожан меня немного удивили. То ли наш регион самый бескорыстный, то ли жители Красноярска и края в целом уже не надеются ни на что получить от властей и просто вакцинируются сами, переживая за свое здоровье. Меня стимулирует только свое самочувствие и здоровье. Я и так поставлю, но, конечно, с контивирологом. Деньги? Да. Сколько примерно? Хотя бы той же и тысячи будет хватило. Не надо нам ничего. Лишь бы этой заразы у нас в государстве не было. Вообще в мире не было. Никому не нужно. А так пенсию нам дают. Я бы денежную, честно. Я как пенсионерка. Тысяч 50. Ой, чем больше, тем лучше. Тысяч 50 рублей, чтобы каждому привитому выдавал. К слову, по данным Краевого министерства здравоохранения, с начала кампании у нас вакцину поставили чуть более 250 тысяч человек. И вот, чтобы ускорить темпы вакцинации, краевые чиновники тоже задумались о системе поощрений для жителей в обмен на прививку. Об этом нам сегодня сообщили в Краевом правительстве. Правда, какие именно будут это бонусы? Ничего конкретного там нам не рассказали и не пояснили. И вот как ответили на наш запрос. Учитывая, что объемы поставок вакцины в Край начинают увеличиваться, необходимо изыскать дополнительные механизмы увеличения темпов вакцинации. Прошу проработать все возможные формы работы с населением с учетом опыта других регионов. Красноярский край должен находиться в числе регионов-лидеров по уровню организации вакцинации. Для сравнения расскажу про зарубежные страны. Там тоже нашли способы поощрять привитых от коронавируса. В США, например, дают бесплатное пиво всем тем, кто покажет справку о вакцине. А также годовой абонемент на пончики от известной фирмы Криспи Крим. В Бруклине дают бесплатные чизкейки. В Дубае дарят двухнедельный абонемент в спортзал или фитнес-клуб. В Индии, где самая сейчас напряженная ковид-обстановка, власти идут на крайней мере. Золото-добывающая фирма, например, дарит вакцинированным золотые серьги для носа и блендер. А в Израиле обещают скидку на налог на недвижимость. В любом случае, прививаться или нет, это личное дело каждого. И на этом у меня все. Даша. Да, спасибо. Это была Виктория Столярова. Рассказывала она, что и где дают за прививку от коронавируса. У нас в крае пока ничего, но в правительстве сказали, что думают, разрабатывают такие мотивационные программы, когда придумают, мы обязательно расскажем. Ну а тем временем в России планируют запустить в оборот четвертую вакцину от коронавируса. Это анонсировал президент Владимир Путин. Он отметил, в стране удалось в кратчайшие строки разработать три эффективные вакцины от ковида. Это спутник Ви, Ковивак и Эпивак Корона. В начале мая зарегистрировали еще одну, спутник Лайт. Это однокомпонентный препарат, который устойчив ко всем выявленным штаммам коронавируса, говорят ученые. Гражданский оборот вакцину планируют запустить уже в начале июня. Тогда, пообещали эксперты, она появится и в российских аптеках. Стоимость одной дозы вакцины установлена в размере 342 рублей. Высотки вместо дачи, жилые районы вместо леса. В Красноярске прошли очередные публичные слушания по новому генплану города. Красноярцы вновь удивились неожиданным изменениям в градостроительном документе. При этом попасть на слушание было не так-то просто. Мест всем не хватило, вопросов, как и предложений у жителей было много. Подробности в сюжете Дмитрия Шхузина. Нужны новые строения, новые площади. Но забывайте, что на этих площадях также живут люди. И вы хотите поменять назначение земли и забыть про тех людей, которые сейчас там живут. Как красноярцам жить после изменения генплана? Такой вопрос чаще всего звучал на публичных слушаниях накануне в администрации советского района. В зале собралось около сотни человек. Еще 15 человек пустили участвовать стоя. Комната могла вместить и больше, но помешала пандемия. В итоге всех желающих пригласить не смогли, хотя предложений и, главное, вопросов у горожан много. Те, кому посчастливилось взять микрофон, внятных ответов не получали. У Александра участок и дом в СНТ алюминий. Его территорию и зоны сельскохозяйственные хотят изменить зону смешанной и общественно-деловой застройки, то есть под высотки. Был четко задан вопрос, что это такое. Просто изменение статуса земли как таковой при условии, что нас оставляют в покое, да, либо что это действительно будет производиться деятельность. Сейчас у нас получается в собственности, также фактически наша власть городская имеет право изъять эти земли по своему усмотрению. То есть это категорично просто неправильно. Другие вопросы касались еще одной важной для красноярцев темы – экологии. По новому генплану большая часть зеленых насаждений уходит под деловую застройку. А это значит, что город очень скоро может потерять все оставшиеся леса, считает руководитель общественной приемной ЛДПР в Октябрьском районе Иван Малинов. По Октябрьскому району большое количество гектар леса уходит под зону смешанной общественно-деловой застройки. То есть те леса, которые всегда имели статус в рекреендации «И никто их не пытался трогать, мы сейчас просто мы их теряем. Это касается и территории между Студгородком и Академгородком, это касается части территории Гремячей Гривы». И таких расхождений в новом плане десятки, а то и сотни, говорит депутат Александр Глесков. По его словам, документ сделан в интересах застройщиков, но никак не жителей. Парламентарий уверен, в таком виде документ принимать нельзя. «Администрация пошла другим путем. Она, наоборот, не детализировала вот эти зоны, а укрупнила их. То есть и практически весь город покрашен такой в розово-фиолетовый цвет, называется зона городской застройки. И когда им задаешь вопрос, а где вот здесь на 100 гектарах школа, говорят, ну где-то там. То есть конкретное место не выделено. Поэтому у людей нет никаких гарантий, что вообще в этом микрорайоне появится школа». Пока у красноярцев еще есть время направить свои требования в Управление архитектуры. Однако успеют ли разработчики генплана внести все изменения от жителей, неясно. Документ вынесут на рассмотрение городских депутатов и на подпись мэру уже осенью. Дмитрий Шкузин, Светлана Чернушевич, Михаил Ткачук, Новости ТВК. Чиновники мэрии отчитались о своих доходах за 2020 год. В основном жить они стали богаче. Больше всего преуспел первый заместитель главы города Владислав Логинов. Его заработок вырос почти в два раза. Чиновник задекларировал доход в 6 миллионов рублей. У него есть просторный дом, три земельных участка, немецкий мотоцикл, российский катер и автомобильный прицеп. Его коллега, тоже первый заммэра Алексей Давыдов, заработал поменьше 2 миллиона 900 тысяч. Зато у него две квартиры, четыре участка, гараж, катер и прицеп. Еще один влиятельный сотрудник мэрии, заместитель главы Олег Животов. Фонд курирует градостроительную политику. За прошлый год чиновник заработал 2 миллиона 600 тысяч. У него две квартиры, дом и земельный участок. Машины, животов не нажил. Мэр Красноярска Сергей Еремин пока данные о доходах и своем имуществе не публиковал. Почти миллиард рублей за год принесла бюджету система видеофиксации нарушений на дорогах края. Благодаря ее работе только в Красноярске удалось избавиться от более десятка аварийно опасных участков, говорят специалисты. При этом за дорогами города продолжает следить уникальная автоматическая система управления движением. Подробности в сюжете Дмитрия Шхузина. Он ведет одновременно до 64 автомобилей в одном кадре. Получается зона контроля у него 100 метров. Камеры фото и видеофиксации, измерительные комплексы следят за водителями в крае с 2009 года. Только в прошлом году, по данным дорожников, их установили на 84 аварийно опасных участках. И в итоге на 73 из них ДТП так и не зарегистрировали. Вся эта система с 2018 года работает параллельно с уникальной автоматической системой управления дорог. Она позволяет в режиме реального времени следить за всем, что происходит на трассах города. Пробки, светофоры, число спецтехники и автобусов, ДТП, заторы. Все данные отражаются в компьютере. Работу мониторинга сегодня оценили депутаты на выездном совещании комитета по промышленной политике, транспорту и связи законодательного собрания края. Как отметил председатель профильного комитета Владимир Демидов, система помогает делать прогнозы, на какие участки стоит обратить внимание. Вот эта интеллектуальная система, она, конечно, не всемогущая, потому что нам надо строить развязки, нам надо строить развязку на предмостной площади, на Свердловской, нам надо расширять где-то дороги. Но вот эта система интеллектуальная, она как раз нам должна помочь промониторить ситуацию. А где нам построить дорогу? А где нам расширить? За три года работы система показала себя с хорошей стороны, говорят специалисты. На отдельных участках движение трафика ускорилось на 20%. С этим согласны и депутаты. Поверьте, что я уже 15-й год живу в городе, и автомобилисту с очень большим стажем работы, почти каждый день сажусь за руль своего личного автомобиля, езжу и вижу, как все-таки улучшается система управления. Все-таки мы лучше стали проезжать город. Меньше 100 вопросов. Другое дело, что это вопрос комплексный. Сейчас в городе работают 240 детекторов, которые дают полную картину транспортной системы, но скоро их станет почти в два раза больше. Проект попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Все это, по словам главы УДИП, Евгения Жвакина, уже позволило снизить уровень пробок в городе. Это большой набор инструментов, который позволяет оптимизировать и увеличить пропускную способность города Красноярска. Неоднократно говорили о том, что у нас ежегодно прибавляется в среднем от 10 до 15 тысяч автомобилей в городе Красноярске, но тем не менее мы на сегодняшний день на 2-3 балла видим снижение пробок. Следующий этап развития умной системы, говорят в УДИП, постройка нового здания центра мониторинга на улице Можайского. Дмитрий Шкузин, Владимир Антонов, Новости ТВК. На сегодня на ТВК начинается новый проект «Вопрос времени». Каждый вторник мы будем рассказывать об исторических зданиях в центре Красноярска, которые сейчас нуждаются в ремонте или вообще находятся под угрозой исчезновения. Сегодня речь пойдет о доме на Марковского. Это 27-й дом, известном как доме Ленина. За последние годы исторический памятник в центре города превратился в убежище для бомжей. Почему дом довели до такого состояния? Какое отношение к нему на самом деле имеет Владимир Ленин? Ответ на эти вопросы смотрите в новом проекте Даниила Ремпеля. «Вопрос времени». Это домик Ленина. По крайней мере, под таким названием. Здание на Марковского, 27, известно красноярцам. На первый взгляд не скажешь, но это памятник культуры федерального значения. Однако домом для вождя мирового пролетариата оно никогда не было. Конкретно в этом здании Ленин не жил. Так чем же оно ценно и почему в таком случае его довели до заброшенного состояния? Будем разбираться. На самом деле в этом доме Ленин никогда не останавливался. Он жил по соседству, в доме мещанки Клавдии Поповой. Женщина, видимо, разделяла революционные взгляды и, рискуя, помогала политическим ссыльным, сдавала им комнаты. Так вот здесь почти два месяца квартировался и Ленин. Жил он здесь, как писал сам, на полном пансионе за 60 копеек в день. Однако настоящий дом Ленина до наших времен не дожил. Его снесли еще задолго до Октябрьской революции в 1909 году. Сейчас на его месте другое здание, его современный адрес Марковского, 29. А вот здание, которое сохранилось, это дом мещанки Годоловой. Доподлинно неизвестно, связана ли она с семьей купца Годолова. По сведениям историков, сюда Владимир Ильич заходил только пару раз, работал над своими трудами. Но, видимо, так как тот настоящий дом не сохранился, коммунисты решили сохранить хотя бы этот. В 1970-м, к столетию со дня рождения Владимира Ленина, в доме решили открыть музей, в котором пионерам рассказывали о красноярских днях вождя. Однако Советский Союз распался. В новом государстве фигура Ленина свою сакральность стремительно утрачивала. Стали постепенно забывать и о вот таких ленинских алтарях, как дом на Марковского. Сейчас это историческое здание в состоянии, мягко говоря, плачевном. Старинный дом в самом центре Красноярска больше напоминает ветхую избушку. В какой-то момент его запустили настолько, что некогда пристанище для великого Ленина стало ночлежкой для бездомных и общественным туалетом. И правда, в современной истории здание как будто стало никому не нужно. За последние 10 лет его не раз передавали из рук в руки. В 2013 году его на 5 лет даже передали краевому отделению КПРФ. Казалось бы, кому, как не коммунистам, следить за домиком Ленина. Однако и этот ход не сработал. Здание так и осталось заброшенным, а коммунистическая партия отказалась от него всего через два года. По словам депутата Красноярского горсовета от фракции КПРФ Игоря Гринёва, у партии нет возможности взяться за восстановление памятника. Однако сносить его не выход. Возможно, здесь Ленина и не было. Не мне, скажем так, судить о его исторической ценности, потому что я профессионально этим не занимался. Но всегда существуют, скажем, всегда существуют остатки материальной культуры предыдущих поколений. И, скажем так, прикоснувшись к которым, мы можем ощутить себя единым народом, у которого есть прошлое, но, значит, и есть будущее. Если это все будет снесено, люди будут думать, что сто лет назад в Красноярске бегали в шкурах и топились по-черному. Вновь о доме Ленина вспомнили совсем недавно. В апреле этого года 43-летний мужчина похитил 8-летнего мальчика. Спустя сутки его нашли живым здесь, в домике Ленина, куда его привел похититель. После этого случая по требованию полиции двери и окна в доме наглухо забили досками. Общественность вновь заговорила о том, что делать с заброшенным домом. Некоторые горожане высказывались и за то, что здание нужно и вовсе снести. Мол, историческая ценность у него сомнительная, а творится там при таком содержании не весь что. Вот если честно, лично, как я считаю, что я не думаю, что нужно сохранять помещение только потому, что туда кто-то когда-то заходил. Вот, на мой взгляд, ценность должна быть. Либо происходило какое-то значимое историческое событие в здании, либо здание представляет собой архитектурную ценность. Вот с точки зрения архитектурной ценности, безусловно, здание нужно сохранять. Только вот сохранением должен заняться арендатор. С 2018 года домик Ленина в пользовании у общественной организации с говорящим названием «Культура Сибири», которая также за памятником не следит. После случая с пропавшим ребенком Краевая служба по госохране объектов культурного наследия через суд потребовала, чтобы «Культура Сибири» привела здание в порядок. Однако подобный искор битражный суд края уже удовлетворил летом 2020 года. И с тех пор ничего не изменилось. Есть надежда, что история дома Ленина не заканчивается, а делает новый виток. Кажется, вот сейчас самое время, чтобы наконец решить судьбу памятника. Однако скоро ли нам ждать реставрации? А главное, кто ею займется? Это уже вопрос времени. Данил Ремпель, Сергей Токарев, Новости ТВК. Знай прошлое, живи настоящим, люби город в центре России. Стильный мерч подарки друзьям и родным с символикой Красноярска в магазине «Центр России» на Мира-94. Владимир Путин предложил ввести учет домашних животных. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря этого года подготовить поправки в закон и вести учет домашних питомцев. В нем сказано, что это необходимо, чтобы в случае чего можно было находить владельцев бездомных собак или кошек. Как будут проводить перепись домашних любимцев, пока не ясно. Не ясно и какая за это будет ответственность. Красноярский онкоцентр зовет горожан проверить родинки на онкологию. Акция будет проходить 19 и 20 мая с 9 утра до 3 часов дня в Красноярском онкодиспансере. Но чтобы попасть на прием, нужно сначала записаться по телефону 222-40-75. В прошлый раз акция проходила 5 лет назад. Проверить родинку пришли 127 человек и у 21 пациента нашли рак кожи. В Покровке появится детский сад на 300 мест. Об этом рассказали в мэрии. Сейчас чиновники ищут подрядчика. Детский сад хотят возвести на улице Караульная, недалеко от кардиоцентра. Начальная цена контракта 8 миллионов рублей, а аукцион пройдет 26 мая. И до декабря этого года подрядчик должен представить проект детского сада. Затем начнется строительство. Сегодня врач Владимир Хиновки расскажет о противопоказаниях прививки от коронавируса. Можно ли ставить вакцину, если есть аллергия, например, или если вам не так давно делали операцию на сердце. Ответы на эти и другие вопросы в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору». И я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновки, заведующий отделением реанимации ФМБА России. Сегодня мы говорим про противопоказания к вакцинации от коронавируса. Является ли герпес и низкие лейкоциты противопоказанием к прививке от коронавируса? Давайте разобьем вопрос на два. И с герпесом ответ простой. Если у вас сейчас обострение, есть высыпание на губах или где-то еще, это, конечно, противопоказание. Обострение хронических заболеваний является противопоказанием к вакцинации любой, в том числе и против коронавируса. С низкими лейкоцитами вопрос до конца непонятный. И тут мы как раз сталкиваемся с ситуацией, когда сложно давать советы по телефону. Если низкие лейкоциты действительно совсем низкие, ниже 3000, тогда нужно разбираться, почему они низкие, искать какую-то болезнь и ее лечить. Если вы знаете, что у вас всегда лейкоциты немного ниже нормы или по нижней грани нормы, ничего страшного, ставьте прививку обязательно. Три года назад была стенокардия. Сделали операцию. Можно ли ставить прививку? Не просто можно, а нужно. Вы находитесь в группе риска, а пациенты с речесудистыми заболеваниями находятся в группе риска, вам нужно поставить прививку. Можно ли ставить вакцину, если есть какая-то аллергия? В инструкциях к вакцинам от коронавируса к тем трем вакцинам, которые сегодня есть в обороте в Российской Федерации, везде написано, что противопоказанием является тяжелая анафилактическая реакция в анамнезе. Если у вас действительно был анафилактический шок, тогда вам вакцинация противопоказана, потому что так написано в инструкции. По всех остальных случаях сказано, что применять вакцину можно с осторожностью. Это означает, что доктор перед вакцинацией проведет с вами беседу, выяснит, на что именно у вас есть аллергия, и в большинстве случаев прививку вам поставят. Свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задавать по номеру 200-00-65, также пишите в вайбер, в ватсап, номер 8-923-165-45-00, ну и в любых социальных сетях ТВК. Ну а на сегодня это все новости, таким этот день увидела наша редакция. Если вы не смотрели этот выпуск или смотрели не сначала, то можете это исправить. У нас есть все на нашем YouTube-канале. Мы есть во всех соцсетях. Подписывайтесь на ТВК. Продолжение следует... Продолжение следует...